В октябре начался суд по нашумевшему делу обманутых пайщиков. Однако в зале не хватило мест для всех потерпевших. Речь идет о скандально известном жилищно-строительном кооперативе «Софина». Директора компании и его компаньона подозревают в крупном мошенничестве. Они обещали клиентам построить пять домов в разных частях города, но оставили почти 500 человек ни с чем. Из зала суда репортаж Лейла Уесовой. Здравствуйте. Участники процесса рассматриваются уголы. Десятки обманутых дольщиков не смогли попасть на судебное разбирательство, так как зал суда был переполнен. Людям пришлось слушать обвинительный акт стоя. Невыносимая жара в помещении вынудила часть потерпевших пешно покинуть зал уже через 15 минут после начала слушаний. В зале не поместились, но пострадавших около 500 семей идет уже. Это, говорится, объект 12 микрорайон, БАТОС-2. Там новый стройсервис. Честно, даже уже в голове не помещается эта информация, где все люди у них не квартиры. Я вложил в 22-м году 6 миллионов. На то время это были хорошие деньги, когда можно было по факту сразу купить квартиру. Сейчас ни квартиры, ничего нет. Я тоже внесла деньги, оплатила сразу 100% за трехкомнатную квартиру. Это 9 миллионов 200 тысяч. Я им поверила, компания много лет работает на рынке, есть офис, печати. Мы составили договор еще в 2020 году. С тех пор ни денег, ни квартиры. Мой муж не дождался новоселья. Похоронили его. Директора скандально известной фирмы арестовали. Следом задержали еще и инвестора, который должен был сдать объекты. В итоге оба предстали перед судом. Им вменяют хищение чужого имущества и мошенничество в особо крупном размере. Каримов действия в группе лиц по предварительному сговору с Жарасхановым начали привлекать людей для вложения денег в их компанию под видом завершения строительства квартир в строящихся многоэтажных домах по вышеуказанным адресам. С августа 2022 года по июнь 2023 года Жарасханов проявляет единство умысла и согласованность действий с Каримовым и для доведения до конца своего задуманного умысла убеждал доверчивых граждан, что сам вложил денежные средства вышеуказанной компании с целью совершения хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия в особо крупном размере. Суду предстоит разобраться и в земельном споре. Как выяснилось, участки, на которых начали возводить дома, принадлежат совсем другому человеку. Много схем. Земля одного человека, строили вообще другие. Деньги это наши, пайщиков от 500 семей. Вообще очень большое непонятие, когда это всё решится и решится ли это вообще. Сама история началась 4 года назад. Люди вложили деньги в жилищный кооператив. Компания обещала возвести 5 многоэтажек. Октюбинцы внесли от 3 до 12 миллионов тенге. Стройка началась, но так и не завершилась. Потерпевшие, а их уже около 500 человек, требуют наказать виновных и достроить дома за счёт государства. Однако оба бизнесмена свою вину не признают, поэтому процесс будет долгим и жарким, говорят потерпевшие. В общей сложности причинённый им ущерб оценивается в 2,5 миллиарда тенге. Получат ли дольщики ключи от долгожданных квартир, станет известно после приговора. Лайла Осева, Жумарт Хадайбергенов, Телеканал ТДК 42, Октюбе.